Каждому из нас нужны государственные и муниципальные услуги, получить паспорт, разрешение на строительство, приватизировать жилье, сделать выписку из домовой книги, архива. Мало ли в жизни ситуации, когда необходимо получить те или иные документы. Многие имеют печальный опыт неоднократного обращения в различные структуры по поводу всего лишь одной бумажки. Все изменилось в Ленинском районе с размещением в городе Видное МФЦ – многофункционального центра, который начал свою деятельность в сентябре 2013 года. Уже год как жители Ленинского района пользуются услугами многофункционального центра, расположенного в городе Видное по Школьной улице. Помещения, где раньше располагались райком КПСС, затем музыкальная школа, переоборудована под прием граждан. 19 универсальных специалистов ведут прием населения по принципу одного окна, что означает, государственную или муниципальную услугу заявитель может получить после однократного обращения с соответствующим запросом. Помещение шикарное, конечно, и окон много. Свободно, легко. Молодожены Рудневы приехали сюда для того, чтобы поменять Юле фамилию в страховом свидетельстве и других документах. Мы поехали на улицу строителей, не захотели стоять в очереди и решили приехать сюда. Без всякой очереди специалист принял документы Юлии Рудневой и через 3-4 недели она получит новые. Кашмина Ирина из села Остров приехала в МФЦ поставить своего ребенка в очередь на получение места в детском садике. Замечательно просто, очень быстро, никакой очереди, ничего, просто все, документы все быстро оформились. Теперь мы ждем до времени, положенного до двух лет у нас, и два годика пойдем в садик. Сейчас мы предоставляем 273 услуги, то есть видите, да, какой большой объем выросло. Естественно, мы в процессе обучения постоянно, потому что услуги добавляются, нам постоянно приходится обучать наших операторов для того, чтобы не отставать. В центре в основном работают молодые люди. Данилевич Аркадий пока стажер. Ему еще предстоит приобрести опыт общения с людьми. Этого требует его должность. Ко всем посетителям Лаэлина относимся. Ну, конечно, разные люди бывают. Кому-то нужно объяснить списки документов при подаче. Кто-то приходит уже с готовым списком документов, и все мы делаем. Ирина Кучумова – юрист по образованию. Трудится в МФЦ со дня его открытия. Мы ездим во все шесть наших поселений. Бабушкам или женщинам с детьми им неудобно ездить сюда, все-таки далековато, и время это тратится. Поэтому они предпочитают ходить туда. И получают многие услуги там на месте. Мы собираем с них документы, потом передаем в те организации непосредственно, которые ответственны за эти услуги, и потом также им ответы привозим на дом. В ближайшее время мы планируем предоставить услугу регистрационной палаты и кадастровой палаты. То есть это регистрация прав сделок о недвижимости и выдача кадастровых паспортов, кадастровых выписок, постановка на кадастровый учет. Многофункциональный центр работает каждый день с 8 утра до 8 вечера, без выходных дней и без праздников. Проще сказать, что МФЦ когда не работает? МФЦ не работает 1-2 января. Остальное время мы работаем. Пожалуйста, приходите. Любое время. По статистике в Ленинском районе зарегистрировано 95 тысяч жителей. На каждые 5 тысяч работает так называемое окно. Сейчас их в центре 19. С приростом населения в районе на втором этаже предусмотрено еще 11. Так что очередей в МФЦ не предвидится и в будущем. Людмила Медведева и я, Дамия, Наталья Буслаева, Видное ТВ.